Всем привет и сегодня я решил вам показать решение проблемы, что делать если у вас не работает какой-то скриптовый мод. Да, к сожалению бывает и такое, если например вы допустим нашли какой-то интересный мод и после его установки он у вас просто не работает. Он может просто не реагировать на игру, на запуск игры и не запускаться, а может быть просто появляться такая подобная ошибка. Некая черная табличка с красной надписью. Поэтому сегодня я покажу вам как решить данную проблему. Решение данной проблемы очень простое и проблема заключается в неправильном выборе скриптовых 5.net. Потому что именно он отвечает за работу скриптовых модификаций, а точнее за их запуск. В этом видео я использовал мод как пример этот мод Weapon Soundback. Он довольно таки интересный, но к сожалению автор его уже давно не обновлял. Как видите дата выхода этого мода еще 2015 год. И поэтому у нас такая ошибка, когда мы его запускали и при установке установили новый скриптфук. А скриптфук.нет у нас оказывается был выпущен еще 8 августа 2022 года. Подумайте сами, 7 лет прошло с момента выхода этого мода и как его запустить. Многие также в комментариях здесь пишут надо обнову, не работает у меня мод этот допустим и так далее. То есть многие люди хотят его установить, но не знают как, потому что он у них не запускается. Суть установки и решения проблемы с такими скриптовыми модификациями очень проста. Вам нужно просто найти тот скриптфук.нет, который будет работать с этим модом. Это сделать очень просто, просто смотрите на дату и видите, что здесь 2015 год и надо установить скриптфук.нет приближенный, плюс-минус 1-2 года. Просто перейти на официальный сайт, здесь есть старые версии скриптфук.нет, здесь есть написаны года и устанавливаете тот, который соответствует тому моду. В большинстве случаев скриптфук.нет 2.2 работает на старых модификациях, поэтому нужно перейти на страницу, где .нет еще начинался на версии 2. Либо вторая страница там, он начинается, это может быть работать скриптфук 2.10.10, либо же я рекомендую еще дальше пойти и скачать себе, допустим, вот этот за июль 2017 года. Просто нажимайте на этот скриптфук.нет, который соответствует этой модификации плюс-минус 1-2 года, как я уже говорил, нажимайте и скачивайте его отсюда. Далее, чтобы его правильно установить, нужно зайти в папку вашей игры GTA 5 и удалить оттуда старый скриптфук.нет, потому что если вы закинете еще этот сюда, то, конечно же, он у вас работать не будет. Надо сначала удалить тот, вернее новый скриптфук.нет за 2022 год или еще новее. Удаляете его и тогда устанавливаете вот этот старый за 2017 год, который будет работать с нашей этой модификацией, которой мы хотим с ней поиграть. После этого модификацию можно скачивать себе и устанавливать себе ее в папку скрипт, как обычно. То есть по инструкции, потому что автор сказал, что нужен скриптфук 5 обычный и .нет скриптфук. И таким образом у вас получится запустить ту модификацию скриптовая, которая раньше у вас не запускалась. Как видите, решение очень простое. Ну и после запуска вашей игры, мы видим, что мод у нас успешно работает. Не то, как раньше, когда он не работал. Таким способом можно играть со старыми модификациями и запускать те скриптовые моды, которые выдают ошибку. Решение очень простое и очень полезное, потому что большинство старых модификаций, они очень качественные. Тогда многие моделы еще не перешли в другие игры. А сейчас те мододелы, которые уже забросили моды для GTA 5, делают модификации для других игр. Поэтому они их не обновляют. А таким способом мы можем запустить старый мод на старом скриптфук.нет и играть на нем на новой версии GTA 5. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.